Утро на Болткоме 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 время вообще спал составом, а вы же знаете, как в хоккее, даже если выпало из пятерки один человек, надо все менять, комбинации меняются, и все тактические всякие моменты меняются, и все такое. А тут полкоманды выпало. И вот если бы все сразу заболели, как вот в некоторых российских командах, и потом команда через какое-то время ожила, у нас такого не случилось. Мы болели по этапам. То есть команда была разрушена в долгом периоде. Мало того, наш знаменитый Петерис Скудро, который, вы знаете, знаменитый спортсмен, большой хоккеист, великий вратарь, и вот я думаю, наравне с такими спортсменами, как Артур Ирбе, Хэлмут Балдерис, Санды Суозлович, его тоже можно с точки зрения хоккея поставить в этот ряд. И он заболел. И фактически не был в команде 40 дней. Понимаете? Вот смотрите, наши ведущие игроки, тот же Индрашис, или тот же Дазнич, заболели, проболели, потом еле ноги тянут неделю. А что такое неделю ноги тянуть, а потом надо восстанавливаться? И это вот все такие как бы, ну, объективные причины, которые заставили, и привели к тому, что команда играла вот ниже своих возможностей потенциальных, и так далее. Пришлось тусовать, менять, все время через Динамо в этом году прошли там, я не знаю, больше около 40 человек, когда никого не было, потому что надо было все время менять. Болеют других, болеют травмы и так далее, все сложилось. То есть это объективные причины. Ну и, конечно, показало, что мы с этим не совсем справились. По набору не попали немножко опять в иностранцах. Ну, вы знаете, как вот, потому что все-таки у нас всегда были на протяжении многих эпизодов, вы помните, что иностранцы задавали, как бы играли первую скрипку часто в нашей команде и так далее. Но что зато радует, вот если, скажем, перейдем к хорошим положениям, правда? Двух команды борются всегда. Как бы ни было, вот команда борется, играют. Да, вектор не приводит к победе. Но мне нравится, как вот старались все ребята. Такого давно не было. И вот мне хотелось бы им сказать спасибо, чтобы не падали духом. Бороли, сражались, и сезон еще как бы долгий. Вот. Ну и последняя игра. Ну, смотрите, 4-3 и частные ошибки такие, ну, частные ошибки отдельных игроков привели к тому, что вот так случилось. Это не первый раз, когда вот мы играем, команда играет хорошо. Ошибки нетных игроков приводят к тому, что мы получаем гол в свои ворота или не забиваем. Ну вот, я хочу сказать. Потом вообще, понимаете, сезон-то как бы такой очень, ну, даже не знаю, как сказать. Ну, представляете, арена, где обычно было там самое минимальное, там, 5 тысяч зрителей, пустая. Никого нет. Игроки играют. И игроки, конечно, показывают. Ну, я же давно уже 12 лет сижу, правда, смотрю. Стараются, ребята. Классный хоккей. Классный хоккей. А зрителей нет. И это вот, конечно, тоже все так давит на все это. Потом, вы знаете, вот в отношении вообще всей этой работы, люди этого не знают, фанатики. Но, вы представляете, вот команды приезжают. Их надо расселить, проверить. Никуда никто не должен идти. Взять все тесты. Ждем тесты. После тестов, дезинфекция, там, и все такое. Вот это вся целая структура, которая дополнительная нагрузка на всех. Вот эти все моменты, да. И, ну, это, в общем, такая, такого не было никогда. Такого чрезвычайного положения. Вот. Ну, наши зрители видят, команда выходит, команда играет. А вот основание пирамиды, среди такой пирамиды, что вот работа какая проводится, да. Это, конечно, ну и слава Богу, может быть, что никто не знает. Я просто хочу сказать тем, которые немножко следят более профессионально, что вот, чтобы справиться с эпидемией и проводить игры, несмотря на то, что, как вы знаете, очень много игр было технически отложено или технические поражения одному, второму, третьему были засчитаны. Но, в целом, я хочу сказать, все-таки удалось то, что КХЛ играет, хороший уровень, да, очень хороший уровень, я скажу, и в этом чрезвычайных условиях удалось сохранить вот КХЛ, удалось сохранить структуру, систему, игры и так далее. И как-то жизнь немножко вот посередине сезона налаживается, как видите, да. Как дальше будет, вы же понимаете, что опять происходит, опять волна, пик, опять что-то будет, вот, ну вот, надо, но вместе с тем надо жить, надо быть оптимистичным, надо стараться делать все, как только лучше возможно. Вот такой подход. Я хочу сказать, что ведь и команда тоже, она показывает, ну, с одной стороны, немножко неровную игру, то есть, ей удалось Динамо Рига выиграть на выезде у СКА, которая, ну, вверху таблицы турнирной. Но затем вот дома проигрывают, то есть, ну, вот, как бы, прямо вот даже странно, как будто бы в более трудных условиях они одерживают победу, а дома, где-то должны стены помогать, обидно. Ну, вы знаете, вот спорт этим интересен. Ну, выиграли там, у СКА, правда, но ожидали, что здесь будет супермач, потому что, ну, спортсмены, вот, у них характер такой. Проиграл, буду стараться обязательно выиграть, что наши спортсмены. И во всех видах спорта, так, посмотрите, баскетбол. Дома проиграли, поехали на выезд, выиграли. И наоборот, да. Футбол, баскетбол. Этим вот спорт прекрасный. Вы знаете, ну, спорт все-таки, он многогранен, многослойный такой. Это, ну, как бы, посмотрите, сколько вообще-то, так, посмотреть, сколько людей в мире связано свою всю жизнь со спортом. Огромнейшее количество, правда, которые просто работают, организовывают, участвуют. Ну, и плюс все те, которые смотрят, это же, ну, это, в общем, это вот, знаете, как культура. Правда? Это тоже огромнейший пласт. И я думаю так, вот, представляете, какая бы наша жизнь была бы, если бы не было бы спорта. Не хоккей, а футбол, а баскетбол, я не знаю, там, ручного мяча. Ну, и вот эти все, что мы наблюдаем. Так что спорт – великая штука, и я очень доволен, что у меня получилось так, что я в этом как-то участвую. Ну, вот вы упомянули уже о том, как проходят матчи во время ковида. И я, насколько знаю, есть возможность у фанатов свои принести майки и положить их на те самые сидения, чтобы хоть какая-то была иллюзия присутствия для поддержки своей команды. Да, вы знаете, арена очень хорошо украшена. Честно вам скажу, вот именно, как вы говорите, майками там очень красиво украшена арена. Я не знаю, как по телевизору так это не очень хорошо видно. Потом, звуковое оформление. Вот, когда вы смотрите, например, Champions League по футболу, да, там тоже идет звуковое оформление, когда команда, вот, наступление, там, голевая ситуация возникает. В арене то же самое. Вот для спортсменов, которые играют, да, если глаза наверх не поднять, шум такой, как будто вот присутствует там 5 или 10 тысяч зрителей. Так что это спасибо вот этим. Технически все красиво сделано. И так обидно, что вот наши фанаты, зрители вот не чувствуют эту вот ситуацию. Ну, вы знаете, сейчас варенье очень просто, только динамовцы могут присутствовать. Зрители не имеют права быть. Ну, вот так живем. Вот эта ситуация, она не... Вот как поддерживается связь с этой фанатской базой? Потому что ведь это тоже очень, ну, важная составляющая часть жизни команды. Это их поклонники, болельщики, которые, с одной стороны, мерчендайзинг. Это и они уже покупают символику, они поддерживают команду, чтобы не утратить вот эту базу, не растерять ее. Вы знаете, ковид наносит и здесь большой ущерб. Вы это понимаете, и не будем питать особенных иллюзий. Но мы делаем все, что мы можем. И рекламу. Вы знаете, что матчи транслируются по телевизору, и очень много, очень много людей смотрят. Я хочу сказать, что все-таки никогда нельзя забыть, что вот матчи рижского «Динамо» и вообще КХЛ транслируются больше, чем на 30 стран. И вот «Динамо», «Рига», «Рига» все время говорят на больше, чем в 30 странах. И поэтому, когда вы говорите про наших болельщиков, все уважением, потому что настоящий болельщик с командой больше тогда, когда команде плохо, чем тогда, когда команде хорошо. Так оценивают. Это настоящий болельщик. И во всем мире так, правда? И поэтому все те, кто наблюдает за игрой «Динамо» и «Рига», и в России, в Белоруссии, и в Казахстане, и в Китае, мне из Европы звонят. Вот то ли поздравляют, вы знаете, когда мы выиграли вот УСКА в Санкт-Петербурге, ну прямо телефон обрывался, и смотрю, и Германия, и из Америки звонят те вот люди, которые там и так далее смотрят, переживают. Так что в отношении популярности рижского «Динамо» я скажу, вот так как я чувствую это, и наш коллектив, рижская «Динамо» популярность не упала. Но, конечно, надо сказать, эмоции. Положительные эмоции у людей тогда, когда мы выигрываем. Я должен извиниться, что вот положительных эмоций мало, вот такие, знаете. И у нас то же самое. Ну как, вы играете 4-4, правда? Удаление, ладно, а потом такие глупые ошибки, когда побежали все меняться не вовремя, 5-4, мяч проигран. Ну как вот эмоция, ну а какая она может быть? Ну вот такая, что клюшкой хочется куда-то стукнуть, что ли. Ну вот, понимаете, ну вот так. А так на протяжении матча-то эмоции были какие, правда? Так что я вот, маркетинг работает, коллектив «Динамо» работает, все происходит, но в таком же режиме, как в основном и все вот люди работают. Как бы стала незаметна наша работа немножко, но она происходит, и все происходит. И брендинг, как вы видите, и майки, и все такое, все это происходит. Звонят мне вот из Германии, попросили прислать шапочки, куртки с новым ребрендингом, ну все такое, маркетинг, знаете, как вот. То есть мы не чувствуем, чтобы интерес «Динамо» упал. Единственное, что эмоции больше негативных, чем положительных. Это, конечно, вот. Но смотрите, как в мире происходит сейчас. Вот и в КХЛ то же самое. Есть какие-то верхние команды, правда? Есть потом средние команды. Есть третья часть, которая там борется за попадание в восьмерку. Ну и, конечно, нас справедливо критикуют за это, что вот мы уже какой год туда не попадаем. Ну что делать? Ну пытаемся. Одну очко не хватило два сезона тому назад, как вы поняли с анкипансом, что мы туда попали. Но смотрите, а позвозьмите чемпион с лиги по футболу. Ну те шестнадцать команд, которые каждый год там попадают в шестнадцать, правда? Из группы выходят. Но они почти одни и те же. Ну мы знаем в Англии. Это «Арсенал», «Челси», «Манчестер», «Сити», «Манчестер», «Юнайтед», «Тоттенхэм». Правильно? Ну мы смотрим в Испании. Там две команды. «Мадрид», «Реал», «Барселона». Все мы смотрим. И понятно, что они попадут, выиграют. Или в Германии там. Там «Бавария», правда? Там еще парочку. Или там итальянский «Ювентус», там «Аталанта», которая сейчас показала класс. «Аякс» там. Но это же не говорит о том, что каждый матч, когда они играют с командами чуть ниже, с первого слоя, потом с третьего слоя, что там зрителей нет или так далее. Наоборот, спорт тем интересен. То же самое в теннисе. Ну что, смотрите. Есть там первая сотня. Но каждый матч, когда первые сотни, человек играет с тем, который 500, это матч. Это борьба. Это эмоция. Так же и здесь у нас. Правда? Да, вот мы уступаем. Но уступаем в какой борьбе? Это же спорт. Великая штука. Да, я сейчас не помню, с кем мы играли, но проигрывая 3-0, все-таки проиграли 4-3. То есть забили 3 ответных шайбы. То есть это было... Да, ну вот не сыпьте, не сыпьте, как говорят, соль на раны, потому что этот матч, мне кажется, очень повлиял на психологию команды. Это очень тяжело вот такое, понимаете? Как-то команда шла вверх колоссально, казалось, и тут вот такое. Это, если кто, люди спорта или около спорта понимают, что, ну, это, в общем-то, так. Ну, ничего, поднялись и опять начали. Ну, вот такая спортивная жизнь. А вот смотрите, олимпийских играх, да тоже ведь. Ну, смотрите, что происходит. Ну, люди туда едут, готовятся 4 года, великий праздник. Любой спорт великий праздник, правда? Готовятся 4 года, но он знает, что он не будет в десятке, или в десятке даже там чего-то. Но он всю жизнь готовит. Вся страна его готовит, чтобы он хоть 49-е место занял. Правильно? Ну, как бы так. Поэтому, ну, спорт, вот, праздник, но огромные эмоции. Ну, вот этот сезон, возвращаясь к Рижскому Динамо, похоже, вот он такой. Конечно, вы будете спрашивать про тренера. Про тренерский состав, руководство команды работаем. Ну, мы с ними работаем, как всегда, в таком дружном коллективе. Да, я скажу, что Петер Искудро, он все-таки, ну, тоже великий спортсмен, как вы знаете, что я буду повторяться. Но вот, когда мы обсуждаем, знаете, как принято, вот столько-то поражений, давай меня тренера. Это и в КХЛ, это и за границей так часто, в аэрлосклубах и так далее. Но мы к этому проходим, как бы, очень так гуманно. И в целом, вот мы так думаем, что все-таки по объективно-субъективным моментам ну, у Петериса и Скудро не удалось показать на все, что он способен. И мы оценить его работу тоже очень осторожничаем. Потому что, ну, как, вот то, что я вам сказал немножко раньше, вы видели, как это все происходит, да? Ну, как оценить вот работу? Когда вот самого тренера нет, болеет. Когда полкоманды болеет по очереди. И тут вот предъявлять страшнейшие требования, сказать, ну, вот смотри, сколько поражений играть не умеешь, и вот давай меня тренера, да? Это как бы справедливо ли это? Но такой вопрос возникает. Потому что вот зрители, которые, может, не так, они фанатики, болельщики, но, может, не так разбираются во всех тонкостях. Они, вот, конечно, вот, помните, как с Анкипансом было? Долой Анкипанса. Так и сейчас немножко. Давай, Долой Скудру. Ну, жизнь, она вот очень сложная сегодня. Ну, то есть можно пока заверить болельщиков, что пока вот, ну, ситуация с тренерским составом остается стабильной, никаких здесь изменений, ну, в самое ближайшее время не ожидается. Ну, посмотрите, вот резон какой? Смысл в этом всем. Мы тоже обсуждаем на всех директоров вместе с правлением. Ну, и что сейчас вот? Ну, что? Вот как бы так, понимаете, везде. Я вот так думаю, что все-таки во всех поступках, особенно когда принимаешь решение, должна быть логика. Даже с учетом всех моментов. А не так. С бухты-барахты. Или вот просто вот на эмоциях. В эмоциях вот для принятия решений не всегда правильные. Буквально на чуть-чуть мы прервемся. Сейчас председатель совета «Динамо Рига», глава ЭТР Латвии Юрий Савицкий с нами на прямой связи. И мы продолжим разговор. Продолжается «Утро на Болткоме». Председатель совета «Динамо Рига», глава ЭТР Латвии Юрий Савицкий с нами на прямой связи. Вот мы говорили о прошедшем, ну, продолжающемся сезоне КХЛ. И, в принципе, впереди ведь чемпионат мира по хоккею 2021 года. И вот насколько здесь наши латвийские хоккеисты готовы. И следующий сразу, может быть, вопрос. Вот как вы относитесь к заявлениям, все-таки, которые звучат. Вот сейчас у нас чиновников латвийских и правительства о том, что стоило бы перенести этот чемпионат мира из Белоруссии. То есть не ставит ли это под угрозу то, что чемпионат может пройти вообще в какой-то третьей стране, и мы лишимся возможности принимать чемпионат мира по хоккею? Да, вы знаете, эта проблема обсуждается уже на протяжении последнего полгода. Хочу с самого начала сказать, что наша хоккейная федерация, и в том числе также наш премьер-министр, они были на связи с Международной хоккейной федерацией, с руководством. И, в общем-то, там был довольно хороший диалог. Так что вот хочу сказать, что и наше правительство, вот господин Калиш, он очень четко сказал, что, в принципе, Латвия готова к проведению чемпионата мира, что соответствует действительности. Мы готовы за свою часть отвечать и готовы провести. Но в Беларуси ситуация такая, как она есть. И тогда, когда там это все время обсуждалось, и в результате было такое, что АИХФ, Международная федерация хоккея, сказали, что они сами будут принимать решения, и многие страны сказали, что мы полностью подчинимся решению Международной хоккейной федерации и руководству. Но потом там случаются всякие такие моменты, которых вы тоже в курсе в Беларуси, и такие негативные. И тут часть уже стран сказала, даже если те, которые должны ехать в Беларуси играть, сказали, нет, значит, мы туда уже не поедем, потому что вот так это происходит. Поэтому вот белорусская часть, конечно, под угрозой. Ну, наши политики очень сдержанные, правильно, ждут, что как это будет дальше развиваться, и все спокойно происходит. Да, с горяча никто там пока не рубит особенно. Ну, высказывания журналистов всякие есть, но журналисты на то и журналисты, что у них разное мнение, правда? Слобода слова, это правильно. Вот. Но сейчас какая? Мы, конечно, готовы провести вообще весь чемпионат. И мы об этом заявили. Вот господин Калвитис мне говорил, что они... А есть возможности все-таки именно полностью провести у нас? Если белорусская часть будет проведена в другой стране, ну, значит, это уже мы будем тогда... Мы готовы тоже к этому? Мы сказали, что мы готовы провести свою часть раз. Мы готовы участвовать, если архив принят такое решение, с другой стороны тоже. То есть мы за то, чтобы чемпионат состоялся. Ну, вот смотрите, вот для Латвии чемпионат же это прекрасно. Ну, как принять чемпионат мира по хоккею? Даже в тех условиях, которые вот такие... Ну, скажем, даже бы зрители, да? Но все равно прекрасно. Когда планировался чемпионат мира, вот эти пару лет, представляете, мы тут... Честно даже сказать, я там немножко говорил, давайте переменим команды там, чтобы к нам приезжали финская команда, например, играла. Потому что из-за болельщиков тогда понимаем, когда финны играют в полуриги гудит, правда? И так далее. То есть, ну, пандемия все изменила и всякие. Но все равно, посмотрите, происходит же игры, чемпионаты во всех видах спорта. Даже вот я сегодня услышал, что даже чемпионат мира по шаутрине, шаутрине, знаете, как по-русски это вот... Ну, бросают эти шаутрины. Да, да, я понял. Как это называется? Ну, это дартс, да? Да, дартс. Дартс это по-английски, а по-русски как называют, бросают... По-моему, так и все равно это английское название используется, как дартс. Чемпионат мира проводится. Там вроде бы зрители, со зрителями, но мы знаем, там люди сидят, смотрят, пьют пиво и смотрят, как там бросают. А люди тренируются, это профессионально оказывается и такие. И чемпионат мира происходит. Вот. Я не думаю, что там было много зрителей будет, но все-таки... То есть, все стараются что-то делать. Вот что положительное. И это и мы точно так же будем делать. Да, ну, что делать? А чемпионат мира для Латвии, это было бы опять подъем. Это все-таки сделали бы опять, привели бы в порядок. Вот стадион Далгавы, понимаете? Вся инфраструктура вот эта вот. Мы за это. И даже зрителей, допустим, не будет, но все равно будет движение. Все равно это пойдет на пользу всей инфраструктуры Риги и Латвии. Вот спорт, это же... Это же очень большой принос экономический для того места, где это все происходит. Но очень мало времени остается как-то. Так непонятно, это вот подвешенное состояние. Оно не очень ли... Оно создает такую нервозную обстановку, когда неизвестно, полностью ли пройдет, или в другой стране. Создает. Точно так же, как поначалу вот в КХЛ. Что делать? Точно как чемпионаты в различных странах. Возьмите футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Играют, не играют. С переноса технические и все так далее. То есть мы, конечно, все хотим, чтобы все было стабильно, как и раньше и так далее. Но вот те люди, которые делают и организовывают всякие такие, они понимают, что не как раньше. Очень много всяких мелочей, событий, больших, маленьких, которые влияют на проведение всяких вот мероприятий. Это довольно все сложно оказалось. Но приспосабливаемся, как видите. И все приспосабливаются. Жить вот в таких других условиях. Но надо жить, надо делать, надо играть. Надо, понимаете, вот этот баланс найти, как вот главная же проблема, какая вот пандемия. Правда? Найти баланс метода карантина и метода, чтобы экономику не загубить так, что удар экономический, финансово-экономический был бы еще в 10 раз сильнее, чем удар пандемии. Ну вот это главная забота. Или чтобы не рухнули, почему все эти меры? Понимаете, чтобы не рухнули медицинская вся вообще структура стран. Ну вот почему это все делается. Это надо тоже понимать, что это очень тяжело принимать решения, сбалансированные. Иногда удачно, иногда неудачно. Ну вот. Ну вот сегодня как раз, да, будем мы ждать решений. И очень многие волнуются и беспокоятся, не останемся ли мы без Рождества. И понятно, что у людей, ну, есть вот чисто психологическое давление. С одной стороны, люди устали жить в постоянном, ну, вот в чувстве опасности. А сейчас еще такое темное время суток. И вот отсутствие возможности пойти куда-то в торговые центры. Вот этот сам процесс покупок рождественских. Ну вот это все привело тоже к тому, что, по-моему, на выходных были акции протеста. Вот люди выходили с протестом. Вот как вы считаете этот баланс? Вот как его найти? И насколько, ну, вот эти ограничения, они не приведут ли к какому-то, действительно, коллапсу экономики? Потому что и торговые центры беспокоятся, что они, ну, понесут большие убытки. Ну вот этот баланс, понимаете, это должно, конечно, ответственность правительства. Потому что у них полная информация. Все-таки ни у вас, ни у меня, ни у журналистов, или тех людей, которые вот пошли демонстрировать, значит, на набережную, в старый город, недовольство решениями правительства. Я их тоже понимаю. Демократии, они идут и говорят, и это отчасти неплохо, что мы имеем право так делать. Но с другой стороны, понимаете, все-таки надо решение все должны приниматься на основе обширной информации. И эта обширная информация есть в руках правительства все-таки. Надо доверять, потому что, ну, нельзя всю информацию, которая есть, вот систематизировать так, чтобы каждый человек нашей страны знал, что вот это решение принято, потому что это потом начинается на 30 страницах все аргументы. Значит, есть какие-то главные аргументы, которые правительство пытается донести, что вот такая ситуация, что делать и так далее. Ну, сложно. И то, что вы говорите психологически, ну, конечно. Но все же, мы все его люди и понимаем, как сейчас тяжело. Но все-таки нельзя допустить, чтобы или болезнь победила всех, пандемия, или пандемия привела к тому, или, вернее, те меры, которые принимает правительство, не только в нашей стране, вообще в Европе, всех странах, правда, в Америке и так далее. В Америке, в Штатах там по-разному принимаются мер. Чтобы это так не рухнуло, как вы правильно говорите, экономически так, чтобы потом не поднимемся. Или там очень долго все это будет. Но это, чтобы принять какие-то сбалансированные решения, вы должны иметь всю мозаику информации. Без этого, ну, как бы так. И потом дискутируют же часами, и там министр здравоохранения и вся эта информация. Плюс министр посвящения, министр финансов, министр экономики, министр там МВД и так далее, у которых вот они сидят и вот складывают всю информацию вместе и что делать, понимаете? В каком месте, сколько, почему, условия, как дальше, откуда источники идут, как больница перегружена, если еще будет 500 людей, куда их класть? Если в тяжелом состоянии, да, многие... Понимаете, у людей немножко такая эйфория, потому что очень многие переносят ее просто так. Ну, поболел там 3 дня, температура, и вот это... Ну, обождите. Слава Богу. И спасибо, что так. Но очень же многие переносят тяжело. И еще вот просто умирают люди. Это как бы источник того, что, может, они жили бы, не было бы этого вируса, правда, еще? Со всеми своими болячками, грубо говоря. А тут раз, и вот иммунитет падает, что та болячка, которая человека мучила все эти годы и так далее, приводит к тому, что он уже больше не справляется. Но это очень сложная такая. Я вот не привержен всех таких теорий заговора, сразу скажу, если будете спрашивать, потому что ну, нет заговора. Это вот такая мировая проблема, с которой надо бороться. И тут, как в весне бывает, иногда принимаются лучшие решения, хуже. Вот вставят пример Китай. Как же так удалось? Ну, а Китай, подождите, но Китай, все-таки там очень жесткая система. Сказано, сделано. Это вот не Россия или Америка там, или Европа. Или там, да, сказали, а люди привыкли, что делать немножко по-своему. Ну, вот это издержки демократии. Ничего не сделать, понимаете? Ну, мы привыкли так жить. Но есть Швеция, где, например, все-таки старались долгое время избежать вот этих ну, таких жестких карантинных мер? А то же самое Белоруссия. Да. Помнишь выражение там про трактор? Да. И все такие. И вот Швеция. А вот мы пойдем своим путем. И что они пришли своим путем? Сейчас не знают, что делать. Угу. Поэтому все эти варианты, которые... Оптимальных вариантов ни у кого нет. Но надо как-то вот... Что еще дальше же будет? Ну, представляете, если ухнет медицинская структура вообще. А в Латвии, вы знаете, мы же... Ну, честно, надо сказать, мы бедная страна. И мы очень очистили нашу медицинскую систему. Уехали туда врачи, медсестры квалифицированные десятками, сотнями. Все там. Понимаете? Вот. Поэтому мы в таком не очень хорошем состоянии сейчас это поднимем. У нас очень много звонков. Я вот... Начнем их принимать. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день. Да, добрый день. Меня зовут Борис. Я житель города Риги и также у меня дача в Салкорост. У меня вопрос по поводу строительства терминала сжиженного газа в Скулте. Это... Мне хотелось бы узнать ваше мнение как человека из, так сказать, из сферы смежной и с большим опытом в сфере, так сказать, газа и всего, что вокруг. И также такой вопрос более риторический. Когда уже наконец-то многострадальный латвийский и латышский народ перестанет страдать от своих же сограждан, которые решили сюда вернуться и пройти в правительство. Это все. Спасибо. Спасибо. Да. Ну, первый вопрос про Скулта. Да, первый вопрос. Значит, ну, этот проект существует уже несколько лет. С точки зрения экономической и с точки зрения безопасности поставки газа нужно ли это? Так как сегодня это все в принципе нет. В принципе нет. Потому что по обеспечению энергетики, по обеспечению особенно газом, если все вот европейские системы, которые включают много критериев и говорят вот насколько там безопасно, насколько там стабильно, насколько там все хорошо с поставкой того-то или того энергоносителя. Так мы там впереди в Европе от третьего и десятого места по сравнению с всеми странами. То есть с точки зрения оценки того, что мы в хорошем положении, это первый пункт. То есть инфраструктура очень улучшилась. Смотрите, мы соединились теперь с Балтик Коннектор. Мы, значит, есть Индепендент в Литве терминал. Есть, значит, соединяется Польша с Литвой и Инчукан соединяется со всей Польшей. У Польши огромнейший терминал. Польша строит еще газопровод в Норвегию, грубо говоря, и так далее. То есть инфраструктура развивается. И такой особенно необходимости в принципе нет в этом терминалу. Это однозначно. Но вы знаете, под лозунгом политической безопасности и безопасности можно продвинуть любой проект. вот это то, что говорят так. А хорошо, если там Россия прекратит, если там все погибнет, если Литвой нельзя будет и так далее. Давайте мы вот сделаем такую из скулта. Но надо всегда смотреть, а какой смысл? Экономически смысла нет. Или тогда, если значит какие-то будут нарушены рыночные отношения. мы не великая держава в потреблении газа, вы знаете, да? Если вспомнить, что, во-первых, у нас с газом никогда проблем не было вообще. Россия выполняла всегда свои обязательства. Точно как же и Латвия выполняла свои обязательства. Но мы такие маленькие для России с точки зрения поставки газа. Ну смотрите, Россия поставляет на экспорт где-то 170 миллиардов километров газа. Мы потребляем 1.3 миллиарда. было даже такое раньше, что россияне забывали нас включить в баланс. Потом надо было с Адрианом Дависом ехать в Москву и сказать, ребята, ну как же так получилось? Они извинялись, ну мы вас не заметили, вы там полпроцента свистали, ну и потом все хорошо решалось и так далее. То есть мы не являемся приоритетом. Абсолютно безопасными независимо от всех, но ты быть никогда не можешь. Точки зрения терминал финансово, если его, скажем, политически и с точки зрения подлозуга безопасности продвинут, тогда получится так, что мы будем платить просто за это все налогоплательщики, будет как в Литве, будет принято решение, что мы должны платить за газ, который дороже. Но если газ дороже, значит не только страдает все домохозяйства, вся экономика страдает. Все дороже становится автоматически, электроэнергия и все остальное. Поэтому я не привержен с этого проекта. Я вам честно скажу, на самом деле он не нужен. Но с точки зрения безопасности можно любой проект продвинуть и его осуществить. И тут мы как бы, ну что, вот так вот будет или не будет. Но вот с твоей точки зрения он фактически не нужен. А вот расскажите, пожалуйста, как человек, который очень давно в бизнесе, вот когда мы говорили с бизнесменами многими о том, насколько сложно сейчас работать. Кто-то из них даже произнес фразу вот 90-е пережили, ну, наверное, это переживем. Сравнивая с 90-ми, это действительно один из таких самых больших вызовов, если, ну вот, для бизнеса COVID, я имею в виду вот всю мировую пандемию? Вы знаете, для бизнеса вот с 90-ми все-таки не сравнить. Там, наоборот, скажем так, рухнула система государственных поставок и планирования, да, и люди, наоборот, раскрепостились и начали как бы делать так, чтобы все было, как бы заменяя вот государственно нарушившуюся систему инициативами своими. И это очень раскрыло много людей и так далее. Сегодня же ситуация немножко другая. Наоборот, все сужается по объективным причинам. Поэтому ситуация, если тогда все раскрылось, давайте проявляйте и работайте, и бегайте, и создавайте, и строите, и что только можете, то и вносите как бы в развитие страны, то сейчас, то сейчас, наоборот, все сужается, везде рамки. Эта ситуация намного хуже, она как раз противоположна развитию. конечно, некоторые, скажем, говорят, ну мы заработаем на этом, да, кто-то заработает, ну а на чем заработает, давайте мы откровенно скажем, на лекарствах, да, на поставок подвиненными, да, на еде, да, но этим же не ограничится жизнь, что только кушать, пить и спать, ну такого, ну что, и лечиться, да, но что это за жизнь такая? Это существование, да, и это вот сейчас пандемия приводит к тому, а не к какому-то колоссальнейшему развитию, но не так все с точки зрения, может кто-то скажет, подождите, но зато смотрите, как мы развились, как мы сегодня с вами беседуем, как в институте на отдаленке работают, как все другое, посмотрите, как здорово, подключились, мы вас видим, мы общаемся, и так далее, я говорю, да, прекрасно, все здорово, я вчера разговаривал с Индией, там у меня друзья отдыхают, приглашают слетать туда, отдохнуть, вот, ну удивительно, понимаете, по телефону я с ними разговариваю, я их вижу, они показали панораму океана, панораму гостиницы, бассейны, там, как все там красиво, все хорошо, ну как будто там побывал, но это же все прекрасно, да, но это же не связано с пандемией, пандемии не было, все равно это было, правда, но пандемия, ну никакие технологические вещи не заменят, я так думаю, может я ретро-аград в этом плане, общение детей в детском саду, общение детей в школе, общение студентов, так как мы были, знали, привыкли, общение в бизнесе, когда сидим за столом, обсуждаем юристы, финансисты, все вместе, не так вот как сейчас, а все-таки в глаза, в глаза, можно высказать аргументы, можно и покричать, и можно и эмоции проявить, и так далее, без этого, ну я, например, считаю, что это очень большой недостаток, то, что происходит, и пусть те, кто говорят, что вот обойдемся, без этого не согласен, и поэтому сейчас очень много ограничений, да, технология позволяет, конечно, вот интересная тоже мысль, говорит, вы смотрите, пандемия сопала с офигительным развитием технологий, а представляете, пандемия была бы 10 лет тому назад, или 20, вот когда мы с вами так не могли бы общаться, не было таких технологических возможностей, технических, правда, было бы еще как бы так, может быть, а с другой стороны, ну пережили мы, я с точки зрения, говорю, цивилизацию, но пережили все вот пандемии, не первая же, не последняя, я так думаю, но значит придется пережить, и то новое поколение, которое, ну, цивилизацию, я думаю, не остановит, пандемия цивилизацию не остановит, как бы будет очень много перемен, не хочется о них говорить, мы знаем о чем, о чем, правда, но все будет хорошо, к сожалению, но развитие цивилизации пандемии не остановит, спасибо большое, к сожалению, вот время нам показывает звукорежиссер, вышло, председатель совета, Динамо Рига, и глава Этерлат, Юрий Савицкий, сегодня был с нами на прямой связи, спасибо вам огромное, господин Савицкий, удачи в делах, и, конечно, побед нашему Динамо Рига, до свидания. Спасибо, спасибо, что пригласили, до свидания.